В эфире «Утро Карачаевой Черкесии» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Всероссийский день студента активно отмечается в КЧГУ имени Умара Алиева. Одна из ярких представительниц вуза, студентка 4-го курса кафедры литературы и журналистики Института филологии Лейла Хасанова не только показывает успехи в учебе, но и ведет свои курсы ораторского мастерства. О яркой студенческой жизни и о том, как научиться говорить красиво и грамотно узнавал Алихан Левшоков. Студенческая жизнь в КЧГУ имени Умара Алиева позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свои знания и креативные идеи. Студенты активно участвуют в различных молодежных мероприятиях, в форумах развиваются студенческие клубы. Представитель управления молодежной политики и социальных проектов университета отмечает, что ВУЗ предоставляет прекрасные условия для самореализации молодых людей. Если выделять ключевые направления молодежной политики, которые реализуются на базе КЧГУ, то это развитие творческого потенциала, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, добровольческие направления и студенческие отряды, которые по сей день функционируют на базе КЧГУ. Также хочется отметить, что в Совете обучающихся функционирует больше, чем 20 клубов по различным интересам самих же студентов. Студентка четвертого курса кафедры литературы и журналистики Института феологии Лейла Хасанова успешно учится, реализуя свои творческие навыки в различных направлениях. Преподаватель отмечает, что в университете созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала обучающихся и формирования личности с высоким уровнем профессиональной компетентности. Заместитель директора Института феологии Фариза Хубиева отмечает, что в образовательном процессе они ориентируются на слова древнегреческих философов. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь этот огонь может лишь тот, кто сам горит. Не место украшает человека, а человек – место. И у Лейлы Хасановой тоже был выбор. Она тоже могла поехать в Россию, поступить в другой, может быть, более престижный вуз. Но она выбрала наш университет, Институт филологии, именно отделение журналистики. Я думаю, что она преуспеет в этой профессии, хотя у нее очень много разных увлечений. И еще очень важный момент – это поддержка родителей, поддержка семьи. С раннего детства Лейла Хасанова принимала участие в съемках различных передач, таких как «Яролаш» и даже пробовала себя на телевидении, в детских программах. Сегодня она имеет свою студию, где обучает молодежь ораторскому искусству. Сама она прошла обучение красочно, говорит, в Москве, в Национальном центральном институте развития дополнительного образования. Люди так устроены, что если ты не развиваешься, ты не можешь стоять на месте, ты идешь назад. И поэтому, чтобы мои навыки совершенствовались, я и сейчас учусь, учусь онлайн, учусь с ребятами вместе. И те навыки, те знания, которые я получаю в любом городе, на любом оффлайн обучении, я даю своим студентам, своим ребятам. На самом деле, очень сильно перекликается. И профессия журналиста на данный момент очень востребованная. И также журналисты должны уметь хорошо и красиво разговаривать. Они также работают со своей речью, также проходят обучение. Самое главное, не нужно останавливаться и следует идти вперед к своей мечте. Это является основным девизом в жизни студентки 4-го курса Лейлы Хасановой. Аля Халипшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 – «Вести» Карачаева, Черкесия, Салла Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.